здравствуйте в этом выпуске будем готовить очень вкусный медовый крем для прослойки торта этой порции крема хватит для одного большого торта или для двух маленьких вся дополнительная информация есть в описании под видео для крема нам понадобятся вот такие ингредиенты соединяем желтки с медом хорошо смешиваем венчиком после этого добавляем сухое молоко сухое молоко в данном случае выступает у нас как загуститель но кроме этого сухое молоко придает крему отличный вкус также хорошо смешиваем и ставим на паровую баню нам нужно уварить вот эту массу на паровой бане до загустения лучше никуда не отходить и время от времени смешивать если сухое молоко не сразу вас разошлось и остались кое-какие комочки не стоит волноваться во первых молоко постепенно набухает и растворяется но после приготовления заварной основы мы все равно будем пробивать блендером поначалу масса будет не очень густой но когда уже уварится становится вот такой плотной ну и как видно на видео здесь есть небольшие комки вот приблизительно до такой плотности нам нужно уварить эту массу и снимаем с паровой бане сразу после этого пробиваем блендером до гладкости и оставляем остудиться до комнатной температуры после того как масса остынет соединяем в чаши для взбивания вместе с маслом и хорошенько взбиваем если кому-то надо сэкономить то можно использовать этот крем просто так без сливок но со сливками крем становится намного вкуснее и его становится намного больше приносим холодные сливки с холодильника по желанию добавляем щепотку ванилина столовую ложку коньяка подливаем сливки порциями и еще немного взбиваем сливки подливаем порциями и взбиваем после этого добавляем следующую порцию сливок этого крема получается достаточно много это большая порция как я уже сказала ранее и этого крема хватит на очень большой торт либо на два небольших торта вот посмотрите какой у нас получился пышный легкий крем крем достаточно влажный имеет ярко выраженный медовый сливочный вкус вот в таком состоянии он полностью готов для прослойки торта если хотите использовать его для украшения сделать башенки или отсадить вензеля то лучше поставить в холодильник чтобы он слегка уплотнился этот крем отлично подходит как для бисквитов так и для песочных коржей напоминаю что вся нужная информация есть также в описании под видео на этом говорю всем до свидания до следующего выпуска